Новгородские школьники сегодня побывали на одном из самых важных открытых уроков этого лета. Спасатели на практике показали им, что значит безопасный отдых на воде. Особенный восторг вызвала демонстрация возможностей специалистов ГИМС. Спокойствие – это только конкурс, во время проведения которого ни один ребенок не пострадал. А вот цели у шуточного спасения условных утопающих весьма серьезные. Правильно надеть спасательный жилет, подать сигнал бедствия или оказать первую помощь товарищу – жизненно важные навыки, даже если тебе 10-12 лет. Когда мы регулярно это проводим, у ребенка это закладывается в голове. И даже если он не понимает, как это сделать, но он помнит, как это. То есть он даже может подсказать взрослому, что нужно в определенный момент это делать. В этом году инспекции по маломерным судам исполняется 35 лет. За этот срок, к сожалению, ни одно лето не обошлось без несчастных случаев на воде. Спасатели уверены, профилактика безопасности – лучший способ уберечься от беды. О том, как это сделать, сегодня в игровой форме они рассказывали и показывали воспитанникам пришкольных лагерей. Закрываем нос и делаем два пробных вдоха. Сделали два пробных вдоха, наблюдаем одновременно за экскурсией до грудной клетки. То есть так, как грудная клетка поднимается либо опускается. Подобные занятия проводятся несколько раз в году, в том числе и во время школьных уроков. Но эти летние выездные нравятся ребятам больше всего. Где еще можно полюбоваться на маневры скутера, догоняющего нарушителей, поработать с пожарным гидрантом. Примерить ласты, маску и пообщаться с настоящим водолазом. А какой двигатель маневренный, а какой нет? Все маневренные. Дети должны знать и почувствовать, как это работает со спасательным кругом, жилетом. У всех бывают экстренные случаи, и мы должны, так сказать, быстренько реагировать на это. Разумеется, обучая детей правилам безопасного поведения на воде, никто не перекладывает на них ответственность за их жизнь и здоровье. Об этом, в первую очередь, не стоит забывать нам, взрослым. А юные отдыхающие, вооруженные полученными знаниями, если что, помогут и подскажут. Ольга Ионова, Нина Крючек, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.